Шанс продвинуться вверх. Шлагер – это очень опытный спортсмен, который лучших результатов своих добился уже после довольно-таки солидного возраста, после 25 лет. А Эль Груич – это спортсмен, очень перспективный был, один период лидером был в Европе по юниорам, но не полностью себя раскрыл. Были проблемы, наверное, с тренировочным процессом, но талант, он есть талант, видите, он борется на равных со шлагерами. И ведет 6-5, очень удачно шлагерный приемы слева, ловит по прямой и не реагирует на этот мяч Груич. Эта встреча у нас за выходкой в 16, в 1-8. Это первый сет, счет 6-6. И вот недавно опять мы смотрим, что такое опыт. 6-3 в Европе, и теперь счет уже 7-6, пользуясь шлагерами. Вот мы видим второго сопредставителя австрийской сборной. Довольно-таки крепкая команда для того, чтобы участвовать в командах, в соревнованиях, дружная, имеющая разнообразных спортсменов, и, наверное, претендующие, по крайней мере, в мировой архиве, в европейском высоких местах. Шлагер – это законодатель. Мотт в Австрии, очень волевой спортсмен. Мы так говорим, что повториться можно, что довольно-таки в серьезном возрасте он заиграл на мировом уровне и одерживает довольно-таки серьезные победы, особенно на открытых чемпионатах. И он ко всем турнирам относится очень серьезно. Он сейчас ведет 9-7. Ну, он родился в 72-м году, значит, 31 год практически ему. Вот скоро исполнится, в сентябре месяце, ему 31 год. Очень много у него хороших результатов в течении общей спортивной деятельности. В 99-м году он был призером чемпионата мира, полуфинала. Он очень удачно играл на Олимпийских играх. Он два раза был в восьмерке в паре и в одиночном разряде. На чемпионате мира опять в 2002 году был полуфиналистом и финалистом Кубы мира в 99-го года. Очень серьезный, очень основательный спортсмен. Спортсмен, который пропагандирует агрессивный настойный теннис с огромным количеством повторов. У него нет таких качеств, может быть, как у китайских спортсменов, которые взрываются на одном мяче. Но вот эта стабильная активность, все время агрессия во всех мячах, которая дает им возможность играть на равных со всеми спортсменами всех стилей. А вы для Калинича, многократного чемпиона мира, особенно в парных соревнованиях себя проявившего на мировой арене, и теперь является тренинг сборной. Ну, теперь мы будем бороться не в Югославии, а в Сербии и Черногории. В Сербии и Черногории. Пока страна теперь новая у нас. Круич начинает второй сет с выигрыша очка на подаче. Чуть-чуть повезло Шлагера, и он доиграл это очко. Смех задел сетку, изменил направление, массивно применил этот мяч. Круич. Шлагер не растерялся и завершил атаку. Ну, и что можно сказать про эту игру? Бруич имеет очень богатый технический арсенал, но я думаю, что не полностью он его использует. Более строго ему надо играть, я думаю, тогда успехи могут быть более серьезные на европейском, на мировом уровне. Как-то разбросано. По сравнению со Шлагерем, который имеет четкое направление игры. Груич, может быть, интереснее играет некоторые мячи, но все равно в стабильности проигрывает спортсмены. Вот 3-2 счет уже в пользу Шлагера. Активно сыграет Груич в правую сторону, и Шлагер сыграл не тем элементом, который он сильно играет, а подставку. У него очень хорошо идет прием в топ-спину слева на столе, а справа он, в основном, конечно, перекручивает. А сейчас он сыграл по силе. Груич выигрывает очко. Прием нож, который не выскочил за край стола. Посмотрите, вот что такое хороший прием подачи. Получается, что спортсмен за счет хорошего приема атаки подачи имеет после этого активную игру. И опять Груич, первым в атаке, переиграя в короткой игре Шлагера. Ну, такие ошибки не свойственны игрокам мирового уровня. Поэтому мы говорим, что сочетание мячей, которые под аплодисменты проходят, сочетание с простыми ошибками. А вот этим, наверное, отличается настольный теннис пунктуального азиатского настольного тенниса пунктуального и европейского, который играет все-таки больше в моих стронках. Довольно-таки длинная подача была со стороны Шлагера, с которой надо играть уже сразу активно. Мы видели, как, если подать чуть ли с каких-то, китайские спортсмены или, точнее, азиатские спортсмены идут в атаку, в острую атаку, особенно справа, за счет хорошей работы мячей. Вот опять ошибки. Та, которая не дает возможность играть на мировом уровне. Была пассивная откидка в лево и атака топ-спиринк слева ребром. Проигрываем очко. Опять блоком Шлагера играет справа. Но Груич не доигрывает очко. Мы опять сейчас видим ситуацию повторений, копию повторений первого сета. Опять был счет 6-3, пользуя Груича. И смотрите, что опять 7-7 счет. Опыт сказывается в рееструю. Изменение тактики, направление игры практически не совершает ошибок, что он пришелся. И вот он уже ведет 8-7. Как, можно сказать, как говорят, как удав. Засасывает своими повторами, своей активной игрой. И в этой игре Груич начинает терять очки, совершать невынужденные ошибки. Вот опять же, на вид он активно сыграл. На самом деле он сыграл очень резко. Он взорвался при приемной подаче, но не выполнил ее до конца. И счет уже 9-7 в пользу верного Шлагера, австрийского спортсмена. К нам приходит картинка. Конечно, очень тяжело сразу сориентироваться. Мы перескочили с одного матча на второй матч. Но уже счет 10-7 в пользу Шлагера. 3-7. Вот и закончился. Нет, я ошибся. 10-8. Сейчас Шлагер пошел на перерыв, который не может происходить после розпиши 6-ти очков. Вот мы сейчас видим, теперь у него два ночи, он класс фейтбола. Подача короткой с боковым сильным вращением и не справляется. Груич с этой подачей. Так и должно быть вообще в принципе, что молодой, более молодой группе должна играть сверху в фильме, но такой активность я вижу. Очень разнообразная игра, но направление не выдерживается до конца. Надеемся, что знаменитый тренер, знаменитый спортсмен игрок. Зорин Ковинич подскажет, как играть молодому, ну не молодому же, но правильному, перспективному игроку из Сербии, Черногории, бывшей Югославии. Посмотрите, как серьезно Шляга, он редко вообще улыбается. Это основательный спортсмен, который знает, как тяжело дойти до вершины и еще, наверное, тяжелее на этой вершине остаться в довольно-таки длительный период. Ну, наверное, он единственный, один из спортсменов тех, который защищает честь Европы и на мировой арене. Видите, уже на двух чемпионатах мира он призер чемпионат мира. Это очень почетно. Вот, посмотрите. Опять же, очень активно сыграл Гриевич с подачей, точно с такой же подачей, которую он не принял при счете 10-8. Сейчас он играет активно, но посмотрите, опять с центра стола играет слева. Если ты уже начал атаку, надо продолжать ее с сильнейшей стороной, с сильнейшей стороной до правой стороны. Активно, активно, интересно играет, но очень много простых ошибок. Вот, подача длинная, и Шлагер сразу захватывает инициативу и направляет мяч в левый угол. Гриевич отошел от стола и сразу сыграл пассивный настольный теннис. Счет, 3-1 Счет, 3-1 Счет, 3-1 Сняк задел все, кто переполь, мяч Хорошо сыграл Грувич влево, но шлагер как и с восемь ошибки для себя сделал, и зацепил мяч, и улетел за стол. 3-2. Сложная подача, но она длинная, и видно было вращение, поэтому Грувич справился с этой подачей, сыграл очень активно слева. 3-3. Давайте посмотрим дальше, не повторится лишь ситуация первых двух сетов. Нет, Грувич не выиграл эту очко, и счет стал 3-4. Подача. Довольно простая подача в правый угол. Идет активная скидка справа со стороны Шлагера в правый угол. Грувич поздно реагирует, и мяч посылается за стол. 5-3. Ну, как-то монотонно, довольно-таки уверенно играет Шлагер. Как бы давит спортсмена на той стороне, которая находится, не совершая никаких глупых ошибок. 5-4. А это очень давит на психику, когда человек имеет очень четкое направление игры. 5-6. Вот такая подача четко с боковым верхним вращением, с которой опять Грувич не справляется и посылает его за стол. Подача за стол. Ну, это два европейских спортсмена, которым нам лучше знакомы, конечно, по сравнению с азиатскими спортсменами. Ну, это довольно-таки стадия еще та, в которой Шлагер уже проходила. А для Грувича, наверное, она будет высокой, попавшись в 16 на чемпионате мира. Это хороший результат. Для Шлагеря это продолжение борьбы, а для Грувича, наверное, это будет в определенной мере, если он выиграет эту встречу. Если он будет перебороть, изменить ход борьбы, это будет конечным успехом. Уверенно играет Вернер, очень уверенно. Да, он-таки высоко принял подачу Грувича, поэтому очень активно сыграл. Опять длинная подача. Сейчас правильно сыграл Грувич, продолжил атаку, начал атаку и продолжил. Глубоко вправо. На этот мяч не сумел среагировать. Шлагеря. 6-8. Опять простая ошибка на скидке. Не сумел направить мяч в правый угол. Грувич обидно для него и, наверное, приятные моменты испытывает в этот момент Шлагеря. А сейчас Шлагеря просто подрезал сильную подрезку, применил глубоко влево Грувич. Грувич. Грувич не справился с подрезкой, направленную в сетку. Опять подача с боковым вращением. Очень удачный пример. Очень удачный пример. Грувич. 10-8. А Шлагеря опять серьезным лицом отходит в полотенце. Видите, его замкнутость. Он весь в матче ни на секунду не расслабляется. А Грувич все-таки более игрок, можно сказать. Он играет. Наслаждается игрой. Вот, посмотрите. Он три подряд мяча активной игрой заставил пассивность играть Шлагера и выиграл три мяча подряд. Один остался всего. Подача. Переиграл в короткой игре Грувич. Переиграл. И доиграл этот мяч. Посмотрите. Счет стал 10-10. Интересно. Наверное, это единственный шанс у Грувича зацепиться в третьем сете, чтобы была дальнейшая борьба. Посмотрим, что он будет. Но опять ошибка. Ошибка, простая ошибка. Простая ошибка слева. Неудачно сыграл. Не очень сложный мяч, вернее, посылал на сторону Грувича. И Грувич просто поспешил. Ну, опять мы говорим, очень четко сыграл в конце на больше ночь спортсмен из Австрии. Переиграл в короткой игре. Сыграл очень тактически, грамотно. Ну, очень аккуратно, наверное, можно сказать. Да, да, аккуратно, да. Кстати говоря, давно заметил, что австриец играет с такой большой достаточно повязкой на колене. Насколько я знаю, у Шлагера хроническая травма колена. И для того, чтобы оно не вылетело, что называется, профессиональные спортсмены используют вот такой жесткий бандаж. К примеру, наш гандболист Дмитрий Таргованов выступает с таким же бандажом на колене. Ну, тем не менее, можно лишь позавидовать мужеству Вернера Шлагера. Кстати говоря, бессменному финалисту, практически бессменному финалисту последних трех или четырех, я не помню уже, розыгрышей Кубка Европейских Чемпионов. Не раз встречался с ним Владимир Самсонов в этом розыгрыше. Не раз его обыгрывал. Как знать, может быть и здесь их пути пересекутся. Если пересекутся, мы будем очень довольны, потому что один европейец уже точно пройдет дальше. Ну, мы говорим сейчас о травме, которую получил все время Шлагер. У нас в спортсмене есть такой Максим Шмарев, который тоже имел очень серьезные повреждения в коленном суставе. И даже из-за этого не смог участвовать в финале Олимпийских игр 1-2 года. И то же самое он также играет с наколенником. Ну, в принципе, это говорит только лишь о том, что мы еще не доросли до профессионального образа жизни. Если мы посмотрим баскетбольный МБА, то мы увидим, что нет ни одного практически спортсмена, который бы не играл бы с тейпингом. Но там спортсмены очень высокого роста и нагрузка на колени очень высокая. В настольном теннисе она может быть чуть меньше. Я не говорю о том, что она намного меньше. Но, тем не менее, физические нагрузки, которые получают мастера малой ракетки, очень огромные и не стоит преуменьшать их заслуги, наверное, даже можно и так сказать. Но мы можем обратиться к науке. Как ни странно, настольный теннис по количеству передвижений находится на втором месте после именно баскетбола. Значит, подвижность спортсмена в настольном теннисе очень велика. Особенно она велика подвижность и с изменением направлений. Поэтому коленные суставы у нас тоже довольно-таки часто летят. Голеностопы и коленные суставы в чашечке и не низкие. Это у нас тоже профессиональные болезни. Поэтому, я думаю, что нагрузки специфичные как и для баскетболистов, как и для настольного тенниса, наверное, для всех видов спорта. Потому что спорт стал по-настоящему профессиональным. И чтобы добиться результата, наверное, нужно комплекс уже иметь. Кроме таланта, способностей, большого объема тренировочного процесса, наверное, и теперь огромное внимание на здоровье, на физические кондиции спортсменов нужно обращать. Это нужно обращать с детства. Так что все эти болячки, наверное, исходят на первом этапе. Да, ну отложим немного разговор о болячках. Все-таки продолжается у нас четвертая партия. Да, вот, дорогие друзья, не так просто это взять ракетку и выйти к столу и просто помахать. Попробуйте вот против такого теннисиста набрать хотя бы одно очко. Посмотрим, что у вас получится. Ну, сейчас мы видим, что, по-моему, счет стал 7-5 в пользу Груича. Очень приятно, что этот спортсмен не бросил играть и играет до конца. Наверное, все-таки сам статус чемпионата мира не позволяет ни одному спортсмену расслабиться и каждый хочет использовать хотя бы минимальный шанс для продолжения борьбы. Кстати говоря, Слобзан Груич, по-моему, дважды приезжал в Москву на открытое первенство России, Russian Open. Было такое соревнование, жаль очень, что хануло оно в лето. Приезжал он и в составе югославской сборной, когда мы встречались с ними в рамках Евролиги. Так что российские поклонники настольного тенниса хорошо знакомы с этим теннисистом. Его любят в мире, его любят зрители, потому что он играет интересно, красиво, эмоционально. Ну, вообще, Югослав – это эмоциональный народ в Сильвиче, на горе теперь. Я думаю, что он имеет много поклонников со стороны настольного, любителей настольного тенниса. Смотрите, счет 9-6 в его пользу. 10-6. Уже сейчас повезло Югославу. Посмотрим, сможет ли да, смог, завершил партию в свою пользу. Приятный счет стал. Молодец. Это уже характер. Сдержал свои эмоции и стал продолжать встречу. И довольно-таки активно и хорошо сыграл, особенно концовку. Если он не будет совершать серию глупых, невынужденных ошибок, то я думаю, что он может переиграть. Шлагер прийти, он захватил инициативу и докрутил в левую сторону шлагер. А первые три сета был обратный вариант. Шлагер первый успел разворачиваться и доигрывать в левую сторону Груича. Эту подачу, которую он не понимал, теперь он четко играет ее на приеме. После проиграть по прямой. Кстати говоря, после вчерашней встречи, Юкиччу против Тиму Бола, Тиму Бол нашел в себе силу все-таки дать небольшое интервью. Он сказал о том, что китайский спортсмен нащупал его слабые стороны за те две партии, которые он проиграл. Тиму Бол выиграл первые два сета, затем приспособился к его мощным топ-спинам и обхитрил чисто тактически. Даже можно сказать и теоретически. В голове у китайцев, как известно, компьютер. И они отличаются тем, что просчитывают множество комбинаций в своей голове перед тем, как начать хоть какой-то розыгрыш. Этому их учат тренеры с пеленок, наверное, можно так даже сказать. Правильно. Очень правильные слова. Но это все зиждется на высочайшем техническом уровне подготовки спортсменов. Потому что, чтобы перестроиться, надо уметь выполнить то, что требует тренер и то, что подсказывает ситуацию. Многие спортсмены знают, как обыграть противника, но не все могут это выполнить. Посмотрите, как активно начал эту встречу Сет Груич. Да, четвертую партию взялся. Он прям выигрывает. Смотрите, с каким остервенением играет Слободан. Но, тем не менее, тем не менее, Шлагер отыгрывает. Хотя бы один. Вот мы сейчас видим повтор только в другую сторону. 3-1 идет Шлагер и 3-1 идет Груич. Как будет дальше продолжаться борьба? Конечно, с 0-3 начинать это тяжело. Но чемпионат мира. Или ты отдыхаешь, или продолжаешь борьбу. Видно, Груич захотел продолжить участвовать в этих соревнованиях. И очень серьезно. Посмотрите. Его лицо изменилось по отношению к первым двум сетам. И он такой же серьезный, как Шлагер. До 1-16 финала из россиян дошел лишь Федор Кузьмин. Не знаем, мы, к сожалению, не можем вам сообщить, как прошел его матч. 1-16 финала против очень сильного южнокорейского теннисиста Оу Сан Юна. Как только будет возможность, обязательно вам сообщим результаты этой встречи. Ну, а продолжаем наблюдать за встречей Вернера Шлагера и Слободана Груича. 5-2. Смотрите, вроде бы и Острейц взялся. Посмотрите, не надо Груичу разговаривать, не надо. Надо только стол, только противник, только мяч, только лишь своя игра. Не надо разговаривать. Я думаю, что вот эти повороты, они не в пользу. Так серьезно, Шлагер. Каждый мяч отрабатывает, каждый мяч. И теперь уже с голосом. Посмотрите, он включил голос, он начал уже себя подбадривать возгласами. Груичу надо тоже, по-моему, применить этот метод. Хороший прием. Ну, Шлагер первый опять разворачивается. Груичу надо раньше активнее играть. Его поддерживают югостовские специалисты, которые сидят там. Да, надо играть так, как в четвертой партии, когда он подавил австрийцы своей активностью. Ну, а тут отдает инициативу буквально. Отдал полностью инициативу, да. 5-1 был счет. Да, сравнивает уже счет Вернер Шлагер. Вчера, кстати, фантастическая ситуация. Многие специалисты не переставляли ей удивляться. Тима Болл ввел в шестой партии со счетом 10-5 и умудрился ее проиграть на балансе. Первая ракетка мира. Это говорит лишь о том, что не стоит расслабляться ни на секунду. Сейчас повезло Югославу. Попал он в край. Счет сравнялся 6-6. Хорошая игра сейчас. Оба спортсмена играют на пределе своих возможностей. И каждый из них чувствует. Или Шлагер может упустить инициативу, А Груич может выдушевиться успехом в четвертом сете и продолжить активную игру. Посмотрим, что будет дальше. Вот, вот опять. Теперь первым опять зашел и активно сыграл справа Груич. И это приносит ему успех. Не готов был к повтуру активную игру. Ногами не доработал просто-напросто. Хорошая подача сейчас была у Югослава. 8-7 он повел. Опа, второй раз обманул австрийца. Посмотрите. Заволновался. Вернер заволновался. Видно заметно. Груичу теперь сосредоточиться надо обязательно. Мяч задел трос. Судьи попросили повторить подачу. Опа, и все начинается в другую сторону. Три очка разъема четко только на одним ходом подачи. Это уже концовка встречи. Посмотрите. Да, рисковал. Рисковал сейчас Югослав. Но счет сравнялся. Переломный, наверное, момент в игре. Либо Югослав сейчас сможет выиграть пятую партию и приблизиться вплотную к Вернеру Шлагеру, либо все в этой встрече завершится. Подача. И опять простая ошибка. Пять ошибка простая. Мы можем вспомнить третий сет. Тот же самый вариант. Тоже самое. Матчбол у австрийцев. Ох, как вернул. Посмотрите, а. Да. Вот за это Груич и любит. За такие очки, которые практически невозможно было сыграть. Он сыграл мяч, который не выигрывается. По-моему, даже Шлагер не ожидал такого от своего оппонента. Каким-то неуловимым движением Груич сыграл косо вправо и Шлагер не сумел на стол мяч положить. Ну и здесь не удалось повторить тот же трюк. Второй матчбол. Ну, он очень активно сыграл Груич. В начале атака слева и продолжил сильным вращением. Очень сильным и мощным вращением слева. Ровно? Все возвращается на круги своем. Да, что сейчас творится в душе у спортсменов? Очень активно сыграл. Перекрутил со стола Груич. Очень глубоко сыграл влево. И очень сложно было, конечно, Шлагер еще дальше зайти и сыграть справа. Да, смотрите, как нервничает австрийец. Даже несмотря на то, что за его плечами множество международных матчей встреч самого высокого уровня. И опять одна ошибка. Скидка справа. Сегодня подвоем Груича. Разъемные 24 мяча. Можно передохнуть чуть-чуть и продолжить игру. Очень активно сыграл с подачей Груича. Я думаю, что Груича сейчас надо усложнить подачу. Не упрощать подачу, а усложнить. Потому что он имеет моральные преимущества сейчас над Шлагерем. Странная закономерность. Я сейчас на балансе. Тот спортсмен, который подает, как правило, проигрывает розыгрыш. О! А теперь фантастически сыграл Шлагерем. Фантастически. Перекрутил. Очень активно сыграл Груича. Казалось бы, да. Устала. Коса вправо. И тем не менее, Шлагер мощнейшим топспином завершил в свою пользу этот розыгрыш. Небольшая пауза. Апеллирует к судьям, что ли? Нет, я думаю, что он Калинича. Чтобы Калинича не подсказывал Криве. Он посмотрел в его сторону. Шлагер, да. Шлагер есть Шлагер. Настраивает себя. Настраивает себя на последние очки. Но Груич играл хорошо. Этого очков разыграл. Просто Шлагер проявил. Высочайшее время, естественно. Смотрите, какая борьба. Да, долгий какой. Может быть, это сет решающим. Переломный в какой-то момент. Долгий какой сет. Тем не менее, верно Шлагер на подаче. Ровно. Очень великолепно сыграл Шлагер. Перекрутил. Груич знает, что Шлагер практически не имеет проблем с правой перекруткой. Думаю, надо было ему играть, конечно, или в живот, или глубоко влево. Он сыграл. Здорово, быстро, активно вправо. На сильнейшую сторону Шлагер. И опять. Посмотрите. Три скидки, которые хотел сделать Груич. И все не вышли. Которые решили исход этой партии. Исход этой партии. Да. Шлагер продолжает путь. Вернер Шлагер продолжает борьбу. Австрийец должен быть очень доволен. Со счетом 4-1 повержен Слободан Груич. Слободан Груич, кстати, известен еще и как партнер Александра Каракашевича в парном разряде. В Европе они очень известны, играют очень успешно. Ну и не менее успешно выступает Вернер Шлагер со своим товарищем по австрийской команде Карлом Йиндраком. Смотрим последний розыгрыш. Нет, это самые интересные моменты. Заключительные в этой встрече пятой партии. Смотрите на работу Нока, на работу правой руки Вернера Шлагера. Все идеально выдержано, на мой взгляд. Великолепная техника у австрийцев. Активные вы показывали эти два спортсмена, но более стабильные и более целенаправленные, конечно, в этой встрече был Шлагер. Пока есть небольшая пауза, расскажем все-таки о наших. Максим Шмырев добрался до 1.32 финала. Вчера мы предположили, что его матч против Чан Пен Люна из Тайваня завершился очень быстро. Вчера Аннет со счетом 4-3, к огромному сожалению, нашему сожалению, выиграл Тайванец. Максим Вилл со счетом 3-1, но проиграл решающим седьмой партией со счетом 11-9. Алексей Смирнов проиграл Сейх Юг-Джу со счетом 4-1. Ну а про Федора Кузьмина мы уже говорили, он вышел в 1.16 и обыграл Дани Хейстера 4-2. Прогресс в моте. Прогресс в моте.